Резервуар воспламенился сразу, как только сотрудник компании открыл крышку, чтобы замерить уровень топлива. В загоревшейся емкости находилось 1500 тонн бензина, и она несла серьезную опасность всем объектам в радиусе нескольких километров. О ее масштабах говорит тот факт, что уже в первые минуты после сообщения о пожаре на место ЧАЭС выехали 28 автомашин, 4 вспомогательные единицы техники и 120 пожарных. Сложность тушения пожара также была осложнена тем, что погодные условия были совсем неблагоприятные. Дул ветер, и это было двойне создавало затруднения для работы пожарных. Дополнительно, чтобы быстрее локализовать пожар, были со станции Шинкент вызван пожарный поезд, был вызван пожарный поезд, который доставил 100 тонн воды и 1500 тонн пенного материала. Впрочем, и этого оказалось недостаточно, и руководители тушения пожара приняли решение вызвать дополнительную помощь. На место возгорания были направлены еще два пожарных поезда и все подразделения службы пожаротушения Шинкента и ближайших районов области. На территории нефтехранилища находились еще 8 резервуаров, и их пожарные постоянно охлаждались, чтобы не допустить воспламенения. Помимо этого, огнеборцы укладывали барьеры из мешков с песком в местах, где мог прорваться огонь. Через 8 часов после начала пожара огонь вспыхнул с новой силой из-за резко усилившегося ветра. К тушению пожара приступили новые подразделения. Почти сутки огнеборцы работали на месте происшествия. Только к утру 24 июня в 6.18 был локализован пожар, и только в 6.40 была дана команда полного тушения пожара. Но, несмотря на это, в течение 15 минут также дополнительно производилась пенная атака. Вся эта работа производилась в целях, чтобы огонь был полностью до конца потушен, и чтобы соседние резервуары не пострадали. Всего же на ликвидацию огня были задействованы 360 пожарных и 36 единиц техники департамента ПЧС. Кроме того, от местных исполнительных органов в ликвидации ЧП участвовали два пожарных поезда, 14 автомашин и более 50 человек. В пожаре погиб один человек, работник акционерного общества Шимкент Мунай-Онэмдэрэ. По факту пожара и гибели человека сейчас ведется следствие. Аким Шимкента вынес официальную благодарность всем, кто принимал участие в тушении пожара, спасателям, сотрудникам Акимата и членам добровольных пожарных объединений. Даня Архудайбергенов, Бахтиар Ташпулатов, Ербул Макашев, информационная служба телекомпании «Отрар».